Уважаемый Владимир Владимирович, дамы и господа, я принимаю президента Российской Федерации после состоящихся выборов и уже в Астане хочу поздравить вас, пожелать вам успехов и крепкого здоровья. Здоровья. Президент России с делегации солидной прибыл по моему приглашению первым визитом в Казахстан после избрания. Мы сверили часы, подвели итог проведенной работы, наметили задачи на будущее в дальнейшем развитии сотрудничества между Россией и Казахстаном. Мы имеем очень тесные, близкие, добрососедские, доверительные отношения союзнического плана. Россия, Казахстан, Беларусь сегодня находятся в таможенном союзе, едином экономическом пространстве. После кодификации всех документов 1 января 2015 года мы подойдем к созданию Евразийского экономического союза. Это самая глубокая интеграция в постсоветском пространстве. Россия и Казахстан делают все, чтобы это было примером, служило тому, чтобы заинтересовались этой организацией другие государства. Сегодня мы рассмотрели широкий круг вопросов внутри наших стран. Как вы заметили, мы отметили 20-летие базового договора о дружбе, сотрудничестве, взаимной помощи, подписанной в 1992 году. 20 лет прошло, поэтому много изменений прошло, и мы вынесли изменения с специальным протоколом в это соглашение. Давно мы говорили, чтобы граждане Казахстана и России в приграничии без визы находились 30 суток в каждой стране. Наконец, сегодня подписано и это соглашение. Мы обсудили серьезные вопросы взаимоотношений, отметили, что товарооборот между Россией и Казахстаном достиг исторического максимума четверть 25 миллиардов долларов. И у нас стоит задача в ближайшие годы довести до 40 миллиардов американских долларов. Три с половиной тысячи совместных предприятий на территории нашей страны работают. Это тоже говорит о большом уровне. Мы говорили о дальнейшем сотрудничестве в экономической области. В первом месте находится энергетика. Сотрудничаем в Каспийском море, в атомной промышленности. У нас солидные совместные предприятия по разработке месторождения урана в Казахстане. Участие Казахстана в переделах обогащения урановой руды до получения ядерного топлива. В будущем, я думаю, мы будем с российским партнером работать над строительством ядерной станции в Казахстане. Самая передовая станция была у нас, ВР-350, и мы хотим посмотреть этот аналог. По нефтегазовому комплексу у нас солидное сотрудничество. В этом году мы добились расширения КТК до 67 миллионов тонн в год. Это означает, что добавляемая мощность нефтепроизводства на 25 миллионов тонн со следующего года в Казахстане будем направлять через российскую территорию. То есть с 23 миллионов до 67 миллионов увеличивается мощность этой станции. Мы подробно говорили о развитии нашего сотрудничества в космической области. Космодром Байконур, откуда первый человек планеты полетел в космос, является общей гордостью России и Казахстана и работает на благо наших стран. Мы говорили об углублении сотрудничества России и Казахстана, участии казахстанских специалистов в этой области, обучении молодежи и, самое главное, сохранении инфраструктуры города Байконур. Сегодня принято специальное заявление двух президентов по этому вопросу. И договорились о том, что в 20-летие договора мы отметим в Москве, не просто, а в средствах информации просим, что все эти 20 лет, это были 20 лет дружбы и доверия между нашими странами. Отношения шли по восходящей. И международные политики мы придерживались одних и тех же позиций. Все другие вопросы, которые были сегодня поднимались, мы решили, как и положено решать государством, которое находится на таком уровне сотрудничества. Я благодарю вас за визит, Владимир Владимирович, и приветствую всех членов российской делегации. Спасибо, уважаемые дамы и господа. Со своей стороны хотел бы поблагодарить президента Казахстана за приглашение. Это далеко не первая наша встреча. Все они проходили в очень тёплой атмосфере, в дружеской, и при этом были насыщены всегда очень важной деловой субстанцией. Так было и сегодня. Мы говорили не только о тех проблемах, о которых сейчас упомянул Наруслан Абишич, но я бы вспомнил ещё возможное сотрудничество в области химии. Вот сейчас только мы об этом услышали ещё раз. Мы говорили о сотрудничестве в области машиностроения. Две наши компании, это АвтоВАЗ известный, Солерс, УАЗ, намерены здесь осуществить свои инвестиции. Выпуск автомашин намечается на казахстанской земле где-то на первом этапе до 100 тысяч единиц. Мы говорили о сотрудничестве в области энергетики, разумеется, в области космоса, использовании Байконура. Действительно подготовили совместное заявление по этому вопросу. Будем работать над реализацией всех наших планов. Но самое главное, я бы хотел сказать о самом главном, самое главное, что мы добиваемся таких результатов в значительной степени за счёт снятия административных барьеров. А это результат интеграции между Россией и Казахстаном. Вы все хорошо знаете, и я хочу это подчеркнуть ещё раз, одним из инициаторов этих процессов был президент Казахстана. И результат достигнут. Только за счёт снятия административных барьёров в результате создания единого экономического пространства мы получили прибавку в несколько процентов валового внутреннего продукта. Как для России, так и для других участников этого процесса. И для Казахстана, и для Белоруссии. Мы и дальше будем двигаться по этому направлению. Следующий шаг – создание Евразийского союза. Он требует дополнительного внимания, дополнительных усилий с обеих сторон. Но мы намерены этот путь пройти полностью, как и планировали. Хочу вас поблагодарить за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.